Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж Здравствуйте! Вы смотрите Медиа Репортаж на телеканале КМА. С вами я, Неля Галушкина. Сегодня мы находимся в Дворце Офицеров, где пройдет презентация сборника стихов Дины Алдебергеновой. Я очень благодарна всем вам, кто был на ровно год назад на аналогичном мероприятии, но тогда не было вот этого. И тогда была банка, куда я просила складывать подарки, или кто дарил мне их так, я их старательно откладывала. И у меня сначала потратила эти деньги, потом их восстановила, сохранила, немножко приумножила. И вот получилось выпустить вот этот вот самый сборник. Есть ли какой-то вдохновитель, кто вдохновляет вас на стихи? О, какой вопрос трудный. Ну, вообще, честно говоря, вот если вы познакомитесь с Тимуром Почановым, я хочу сказать, что это он вообще, в принципе, вдохновил сочинять сначала песни, а потом пошли у меня стихи. Это мой соавтор, он композитор, пишет мелодии к стихам, и получаются песни. А так вообще, теперь уже так. Это может быть обидчик какой-нибудь, который вдруг там чем-нибудь обидит. Ну, часто бывает мой любимый человек. Или какой-то вдохновитель, который, ну, я не знаю, иногда это просто погода, иногда это событие какое-то. Но, в принципе, не знаю, много. Какой самый запоминающийся момент в работе с Диной был? Ну, самый запоминающийся с Диной момент, то, что Дина, она потрясающе пишет светлые стихи, тексты. И иногда на ее стихи рождаются мои мелодии, но иногда бывает, что на моей мелодии рождаются ее стихи. И это потрясающе. Есть у вас какое-то самое любимое стихотворение? Нет. Своего запоминающийся? Вот я читаю, и мне все нравятся. Вот как-то так случилось. Я слышала, что поэты обычно не запоминают стихи, которые они пишут. У вас так же? Абсолютно. Я ничего не помню. Я даже не знаю, что я сейчас буду делать. Взяла там закладочек сегодня на книжечке, сделала, чтобы читать. Но буду читать с листа. Я ничего не помню, ну, если честно. Иногда удивляюсь, а я ли это вообще написал. Хорошо, что теперь выкладываю на стихи ру, и теперь уже можно точно там авторские права все закрепляют. Поэтому сама у себя не сворую. Как можно было бы описать Дину? Дину, ну, как яркое солнце. Потому что рядом с ней хорошо, тепло. И всегда ощущаешь дружескую поддержку. Ну, такое ощущение, что я ее знаю тысячу лет. Хотя мы знакомы с ней, ну, всего лишь лет восемь. Точнее, девять. А какое это есть самое-самое любимое стихотворение? Самое любимое стихотворение? Это, по-моему, самый сложный вопрос. Потому что все стихи едины, они вызывают действительно такой душевный подъем. И ощущаешь... Кстати, сегодня вы услышите песню «Вальс». Там просто шикарные слова. Вот как можно такое придумать, что «Вальс проплывал надо мной, подо мной, сквозь меня». По-моему, это просто шикарно. А ждут ли еще какие-то большие-большие проекты? Конечно. Мы каждый день что-то придумаем новое, потому что так интереснее жить. «Вальс знает все, знаковый спутник событий. Он проплывал подо мной, надо мной, сквозь меня». Как давно вы знакомы с творчеством Дины? С Диной я знакома всего год. Мы вместе работаем в одной компании. А с ее творчеством я познакомилась весной. Она скинула свой стих, что-то прочитать, что-то посмотреть. И она меня очень сильно удивила и открылась с новой стороны. А что такое для вас поэзия? Это, в первую очередь, наверное, чувство. То есть это то, что многие не могут описать. А у Дины это очень прекрасно получается. Я смотрю на себя сквозь замочную скважину времени. Ни о чем не жалею, ничего не желаю вернуть. Может быть, иногда мне хотелось чуть-чуть быть беременной. Но здесь лишнее слово, вы знаете, именно «чуть». Я устала немного, но все еще сильная женщина. Мне энергии жизненной миру б еще передать. Но остались в моем понимании жирные трещины, сшить которые вовсе не хочется. Легче порвать. Мои плечи привычные, будто печально сутулятся. Мои крылья все чаще не просятся снова взлететь, но влекут прогуляться по старым маршрутам те улицы, на которых я смелой была и сама еще смело ходить. Может быть, от того, что к себе становлюсь я внимательней, может быть, потому что все выше себя я ценю, получаю я больше оценок уже отрицательным. Словно нет положительной опции вовсе в меню. А мне даже приятно сегодня такие неровности. Мне намного важнее самою собой быть в ладу. Непокойница я. Я живу. Остальное условность. Критикуйте. Пусть время торопится. Я подожду. Динина поэзия – это чувство, это когда душа нараспашку. Это реально она через поэзию, наверное, через свои стихи она обнажает душу. И вот те грани, которые, наверное, не всегда она показывает на людях своего характера, души, в стихах, они становятся такие очевидные. А как думаете, почему и для кого она пишет? Она пишет по велению души, но очень часто, конечно, вообще у Дины, наверное, любовь – это как самое главное слово в жизни, и которое от любви любой, и к природе, и к людям, и к этому она именно раскрывается через стихи, потому что это ей позволяет, наверное, выразить свое отношение к миру. Тук-тук-тук, пришел, конечно, сердце стук, слышу нежный Теже фрик, это не во сне. Босиком в твоей ботинке на балкон, скользящей динкой. Иди ко мне, я сейчас растаю. Тихо-тихо, очень тихо, упаду в твою ладонь Снежинкою, таю-таю, нежно таю, побежденной одной улыбкою. Сто слов тебе сказать хочу, только я молчу, молчу, молчу. Кап-кап-кап, летят слезинки, ты пропал, как те снежинки. Где же ты? Куртка на гвозде. Тук-тук-тук, шаги в тумане, сердце стук, меня обманет. Нет мечты, только лед везде, лед воспоминаний. Тихо-тихо, очень тихо, упаду в твою ладонь Снежинкою, таю-таю, нежно таю, побежденная одной улыбкою. Сто слов тебе сказать хочу, только я молчу, молчу, молчу. Вот знаешь, когда ты ушел тогда, ничего не сказал мне. Ты не хлопал, бери, ты просто бросил меня. Я подумала, что весь мир скоро рухнет. Но что-то мне подсказывает, что может быть, очень скоро ты вернешься. Мы пойдем с тобой на балкон и будем опять счастливы. Тихо-тихо, очень тихо, упаду в твою ладонь Снежинкою, Таю-таю, нежно таю, побежденная одной улыбкою. Сто слов тебе сказать хочу, только я молчу, молчу, молчу. Как бы не отдавать микрофон Тиме, я хочу сказать. Я знаете, где-то прочитала лунные книжки про женщин, что, оказывается, мужчина не понимает никаких новинок, вам нужно вот прямо так сказать там. Я тебя хочу, например, да? Вот я хочу, надо говорить. Да, то есть это абсолютно правильно. То есть получается, просто все думают, что мужчины такие умные. Мне нравится такая фраза, которая звучит таким образом. Слушай, как же тебя понять, если ты ничего не говоришь, да? Просто говорите, что надо делать. У вас были моменты, когда вы видели воочию, как ваша мама пишет стихи? Мне кажется, я был при зачатках этих, начала этого творчества, такого активного. Но мне кажется, что мама очень здорово вовремя саккумулировала и сумела не только из каких-то негативных эмоций это все подпитывать, и смогла вдохновляться и просто хорошими моментами и эмоциями из ее жизни. А по вашему мнению, в какие моменты жизни она писала больше всего? Ну, мне кажется, больше всего написала на заказ. Но в остальные моменты, наверное, хочется верить, когда от ей было одиноко, но при этом не грустно. А есть ли у вас какое-то самое любимое стихотворение? Да, у меня оно есть, причем оно появилось буквально вчера, и я удивлен, что оно написано в неком соавторстве с моей женой. Я этого раньше не знал. Вот, я, к сожалению, не помню, как оно называется, но оно основано на словах Анастасии Тишковой. Картинку делала Мария Тишкова. К сожалению, она обещала забежать, если сможет, но она вот на двух работах, по-моему, сейчас, и она не вполне свободный человек. Но она родная сестра моей, любимой снохи Настюшки. Габергеновой теперь уже. И поэтому я ей очень за это благодарна. Это была фотография, она просто решила ее нарисовать. Мне кто-то говорит, Дина, это же не ты какая-то мультяшная. Я говорю, так за ту. Я люблю быть немножко мультяшной, поэтому мне это очень нравится. У меня была компания, из которой я узнала, нет, Галину Телегину я узнала до, но с посыла, с подачи Галины, моей любимой подружки, я обратилась к Игорю Красильникову, он сейчас живет в Краснодаре, он верстал. Анечка Леденева, которую знают абсолютно все ЧГКшники, и сейчас она живет в Питере и тоже работала в Метформаркете, она корректировала. И Женька была дизайнером тоже, местный дизайнер по Метформаркету, я даже фамилию не знаю, это уже сколько. Вот, и напечатала эту книжку, такое агентство, которое называется «Принт Плюс». Вот, по-моему, я все сказала про саму книжку. Про меня не сказали? Ой, прости, самое главное, ребят. Я целый год, конечно, не садилась за книжку, благодаря Тимуру я начала размещать свои стихи на стихи Русла, слава Богу, они оказались в одном месте. Но где-то за полтора месяца до моего юбилея Айтика мне говорит, ну чё, такая книжка? Я говорю, ничего. Я оставлю себе тебя, Где б ты ни был, ни с кем бы не был, Для тебя бы теперь ни не был, Я спасаю тобой себя. Я оставлю себе тебя, Где б ты ни был, ни с кем бы не был, Для меня ты теперь ни не был, Я спасаю тобой себя. Ночь, город, но словно солнце луч, свет любви. И даже на фоне серых туч, Влюбляйся, твори, живи. Сегодня мы побывали на презентации сборника стихов Дины Алдебергеновой. Было невероятно душевно и интересно. А с вами была я, Нелли Агалушкина, И программа «Медиарепортаж» на телеканале КМА. Казахстанская медиа-академия представляет. Медиарепортаж.